Администрация Одинцовского округа. Рядом с пунктом МФЦ открылся пункт мобильного избирателя, двух территориальных избиркомов, которые действуют в округе. Государство дает возможность гражданам выразить свое волеизъявление, даже если они в дни голосования будут находиться не дома. Для этого они имеют возможность выбрать любой избирательный участок на территории России, тот, который им будет удобно голосовать, где они будут находиться. Они могут быть в командировке, в гостях, просто проездом где-то. То есть человек выбирает тот участок, где он будет в один из трех дней голосования находиться и подает заявление о прикреплении к этому избирательному участку. Елена Валентиновна – первый человек, который принес сюда свой паспорт, чтобы зарегистрировать заявление о прикреплении к другому избирательному участку. Все три дня голосования с утра до вечера она будет работать в Одинцово, а живет в Краснознаменске. Женщина говорит, бумаги доверяет больше, чем интернету. Да, через госуслуги можно зарегистрироваться. Да, это действительно быстрее, это прогрессивнее, современнее. Но я доверяю операторам, которые принимают. Я вижу, что с моего паспорта сведения вносятся в систему газвыбора по следующим этапам. Я читаю свое заявление в бумажном виде. Ну и человек более старшего поколения, поэтому мне такой способ удобнее. Тем, кому такой способ удобнее, открылась возможность прийти в ближайшее отделение МФЦ, либо в пункт территориальных комиссий в администрацию округа. При себе достаточно иметь паспорт. Надо будет сказать, где вы планируете находиться в дни голосования. И члены избиркома сами подскажут вам адрес ближайшего избирательного участка. Это территориальные избирательные комиссии, которые работают в режиме по рабочим дням с 16 до 20, по выходным и праздничным с 10 до 14. В ближайшие 10 дней определятся кандидаты, которые попадут в избирательный бюллетень. А 17 февраля по всем домам России пойдут члены избиркомов, которые будут адресно информировать граждан о предстоящих выборах президента России. Тимур Гассин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Спасибо. Продолжение следует...